Приветствую вас. Вот, прочитал ваш вопрос, и у меня появился к вам встречный вопрос. А так ли вы уверены в том, что ваш муж не ненавидит вашу маму именно за то, что она лишь раз не посидит с ребенком? Что он ее оскорбляет за это, что он ее как-то унижает и так далее? То есть в этом ли дело? В ребенке ли дело? Не является ли ребенок в данном конкретном случае всего лишь поводом, например, для высказывания вашим мужем недовольства по поводу чего-либо? Чтобы вы сразу поняли, что это может быть совершенно не обязательно именно мама. То есть это может быть что-ли-другое. Совершенно. Например, это может быть вы, например. Например, это может быть сам ребенок или может быть даже сам муж и так далее. То есть вот не считаете ли вы, что ситуация может быть такой? Не считаете ли вы, что ситуация может так складываться? Подумайте, с какого момента ваш муж стал вот так относиться к вашей маме? Ну ведь я уверен, что так было не всегда. Я уверен, что были моменты, были ситуации, когда ваш муж, в принципе, хорошо относился к вашей маме. Вот что-то мне так подсказывает. А вот потом, потом отношения испортились. Значит, понимаете как? Так, на самом деле, вам эксперт Лидия довольно-таки правильный дала ответ. Вот что вам делать в этой ситуации? Либо разговаривать с мужем и говорить о том, что вам и ребенку вредит тот факт, что муж, значит, как-то вот оскорбляет вашу маму. Да, то есть создает некую, некую такую вот, ну, нездоровую атмосферу в отношениях, в семье. И вы говорите ему, что вот конкретно вот, откуда такое отношение к вашей маме. То есть, с чем оно, непосредственно, это отношение связано. Может быть, мама ваша обидела его чем-то, может быть, еще какая-то ситуация была. То есть, попробуйте со своим мужем рассмотреть эти варианты. То есть, скажите, ну, нельзя же так, нельзя. Это происходит снова и снова, снова и снова оскорбляешься мою маму и так далее. В конце концов, это моя мама, неприятно, что ты это делаешь и так далее, и так далее, и так далее. Как он относится к вам? Нет ли у вас проблем в семье между вами? Нет ли между вами проблем? Нет ли проблем у самого мужа? Там и так. Опять же, ну, надеюсь, вы поймете правильность, что счастливый человек, он никогда не будет оскорблять кого-либо вообще. Не говоря уже про, в общем-то, ну, родного человека, по сути, члена семьи. И то, что он это делает, ваш муж, ну, это заставляет задуматься о том, что, может быть, у него есть какие-то проблемы, может быть, у него есть какие-то проблемы, может быть, у него есть какие-то препятствия на его пути, ну, на жизненном пути, которые заставляют его так себя вести. В любом случае, с ним стоит крепко поговорить и сказать ему о том, что вам неприятно, что он оскорбляет вашу маму. И первоначально, первоначально нужно предложить ему как-то вот самому подумать, что заставляет его оскорблять сразу разом, вашу маму. Ведь, скажите, в конце концов, меняется что-то, спросите его, меняется ли что-либо от того, что ты ее оскорбляешь? Ну, наверное, нет. Наверное, ничего не меняется. А это что? Проблемы как-то по-другому, проблемы как-то по-другому нужно решать. Почему вы так задеваетесь, что мама не сидит с ребенком? Вот именно, что его задевает? Попробуйте на эту тему поговорить. Может быть, вскроется... Ну, вскроется что-нибудь интересное. Вскроются, может быть, какие-то интересные факты. Или, там, например, вот, он скажет, вот, ты знаешь, я, там, например, скажу, довольно сильно устаю, например, с ребенком. Да? Или он скажет, что, ты знаешь, мне не хватает, там, твоего внимания. То есть, вот, мужчина, вот, он как-то выразит свою позицию. То есть, мама же ведь не должна, она не должна, правильно вам сказал эксперт Митя, она не должна сидеть с вашим ребенком. И мужчина, если бы у него все было в порядке, он бы относился к этому с пониманием. Раз понимания его нет в этом вопросе, Значит, по его мнению, по мнению Митя, нарушаются какие-то его собственные права, его собственные, значит, потребности не удовлетворяются должным образом. И именно поэтому его эта ситуация вся издевает. Вот. И вам, наверное, постараться выяснить, прежде всего, что это, вот, что это за ситуация. Сами по себе. Что ваш муж воспринимает, как угрозу себе, ущерб себе, оскорбление себя. Когда вы же будете думать, как эту проблему разрешить. Потому что, пока вы говорите только о том, что, вот, мой муж оскорбляет мою маму, и, как бы, все. Но это, поймите, следствие. Это следствие. Это не причина. Причина, она, все-таки, немножко, в другом. В крови. И причину эту, к сожалению, вы, пока что, вот, не осознаете. К сожалению. Но, опять же, опять же, не осознаете, почему. Потому что у вас недостаточно информации о том, возможно, что беспокоит вашего мужа, да, вот, что его волнует. А если у вас недостаточно информации об этом, то, легко предположить, что у вас могут быть определенные проблемы в отношениях. Вообще, в отношениях. Если проблемы в отношениях есть, например, проблемы с пониманием друг друга, проблемы с тем же, что вы, может быть, там, ну, допустим, не слышите друг друга, и так далее, и так далее. Если есть такая проблема, вот, ее не нужно, в первую очередь, решать. А уже потом, думать, как решить проблему вашей мамы. Как решить проблему с вашей мамой. То есть, что можно сделать, чтобы решить эту проблему. Исходя из проблемы вашего мужа, понимаете. То есть, не пытайтесь, не пытайтесь как-то решать проблему вот так, как вы сейчас ее пытаетесь решить. То есть, вы хотите работать со следствием, но не хотите работать с причиной. Далее, когда причина будет ясна, вы уже можете для себя сделать выбор. То есть, либо вы своего мужа удовлетворяете в его запросе, ну, в зависимости от кого, да, какой это запрос, возможно ли для вас его удовлетворить или нет. То есть, это уже такой, на мой взгляд, чисто технический вопрос, который вы проработаете на месте. Соответственно, готовы вы уступить мужу в его какой-то базовой потребности, которая не удовлетворяется или нет? Если готовы, то старайтесь это делать. Чтобы муж не оскорблят больше вашей мамы. У него не было повода ее оскорблять, если он просто не грубый человек. Если вы не готовы по какой-то причине удовлетворить базовую потребность своего мужа, то тогда, соответственно, вам нужно сказать им, что нет, ты не прав, что я не буду там этого делать, что либо ты принимаешь, например, меня, мою маму, да, ситуацию какую-то, по которой ваш муж сформировал вот такое отношение к ней, либо я от тебя, ну, как бы, либо я буду пересматривать наши отношения. Так, то есть вы, если решаете, что мужа удовлетворяется его потребности не собираетесь, то вы говорите как бы человеку о том, что он даете ему время на пересмотр проблемы, на пересмотр ситуации, и если он ее не решает для себя, то есть не выбирает, что ему возне, например, ситуации, или вы, допустим, или ваша семья, да, если он ее не решает, то вы от него отдаляете, то есть вы вводите мужа своего из зоны комфорта, вы постепенно там более холодно к нему относитесь, вы постепенно там меньше с ним разговариваете, меньше для него кто-то делаете, менее активно проявляете себя в интимной жизни, ну и так далее, и так далее, вплоть до, соответственно, вплоть до полного как бы расставания в физическом пока смысле для того, чтобы мужчина для себя, ну вот, понял какие-то вещи, понял, что для вас это серьезно, серьезно, понял, что так вести себя нельзя, ну а самое главное, что есть вещи, которые вы терпеть не будете ни в коем случае, вот если вы сможете это все сделать, то увидите реальное отношение своего мужа к вам, ну и на основании уже данного отношения, если до этого дойдет, конечно, вы просто-напросто сможете уже думать, а стоит ли например ваш муж того, чтобы вообще вот это все терпеть, терпеть какое-то недовольство, да, терпеть какое-то напряжение, терпеть негатив, негатив на себя, негатив на маму и так далее, и так далее, и так далее, вот. почему я говорю только про вашего мужа, но не про маму? Связано это с тем, что вашу маму изменить невозможно, то есть вам нужно понять, что она не изменится, скорее всего. ваша мама она ну останется вот такой, какая она есть сейчас, и вряд ли она стала другой кардинально с тех пор, как в вашей жизни появился ваш муж. Вряд ли. Если что-то ее поменяло, что она стала активно недолюбливать вашего мужа, ну с этим тоже можно будет поработать. Ну это тоже можно будет разобрать, можно будет посмотреть, вот. Но все же пожилой человек меняется куда сложнее, тяжелее, чем человек, например, помоложе, такой, как ваш муж. И соответственно основная нагрузка в этом аспекте ложится к сожалению именно на него. Как бы вам, например, ну не было бы это печально, как бы вам подобные аспекты были бы неприятны. На этом все, я думаю. Надеюсь, что помог вам. В идеале, конечно, было бы хорошо, если бы вы рассказали бы историю свою более так развернуто, более так подробно, например, почему кто первый стал недолюбливать другого? ваша мама или ваш муж? То есть, кто инициатор конфликта иначе такого? Поговорить с мамой, может быть, чтобы она к вашему мужу относилась к позиции мудрости, к своей мудрости. и, собственно, обязательно провести разговор с вашим мужем, потому что, ну, как вам правильно сказала эксперт лидия, что настоящий мужчина не будет опускаться до того, чтобы оскорблять другую женщину. Это неграсиво и унижительно для мужчин, в принципе. Вот. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Помогу вам». Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.